С самого утра ветераны, участники Великой Отечественной, с цветами в руках. Об этом позаботилось подрастающее поколение. Сегодняшние школьники могут узнать историю той поры из первых уст. Фронтовиков на праздничных мероприятиях становится заметно меньше. Большинство из здравствующих парады и салюты видят только с экранов телевизора. Но те, кто еще в строю, активные участники, в том числе и акции «Взвивайся выше!» стяг победы. Все пришедшие к башне Ахун решили подняться на ее вершину, чтобы еще раз гордостью увидеть поднятое вверх Знамя Победы. Водрузить флаг доверили главе Сочи Анатолию Пахомову. С наступающим праздником Победы! Ура! Праздничное знамя предыдущие четыре года заказывали в Санкт-Петербурге. На этот раз полотно размером 4 на 6 изготовили в Сочи, чему очень рада идея Валентиновна Морозова. На флаг она смотрится слезами на глазах. В памяти тут же всплывает 41-й. Война, вспоминает, она налетела как смерч. Тогда, будучи 17-летней девчонкой, только окончивши школу, она, не раздумывая, пошла на фронт добровольцем. И всю войну прошла хирургической медицинской сестрой. Под бомбежками, обстрелами мы принимали раненых. Иногда сами не из остывшего поля боя выносили. Но кроме этого, они очень тяжело раненые нуждались в крови, которые иногда не могли доставлять самолетом. Поэтому мы становились донорами. Я тоже стала донором и сдала много – 76 литров крови. После страшных воспоминаний перед глазами и светлые минуты. Самое памятное событие для ветерана – поднятый флаг на фашистской земле. С шестого, в начале дня, мы побывали у этого рейстага, расписались тоже на колоннах. И я видела тот флаг, копию которого вы сейчас видели, поднимали. Развиваться флаг будет до 12 июня, отмечает глава города Анатолий Пахомов. В этот день будет дан старт новой традиции – в День России – водружать флаг Российской Федерации. У сочинца очень много хороших традиций, разных, и трудовых, а это боевая. Это самая главная традиция. Мы знаем, какой ценой досталась нам победа. И вообще в России нет ни одной семьи, которая бы война обошла стороной. Поэтому это особый праздник, главный, особый праздник всей нашей России. Это есть еще одна возможность поблагодарить наших фронтовиков, участников Великой Отечественной войны, и участников Трудового фронта за эту Великую Победу. Акция «Взвивайся выше стяг Победы» дала старт празднованию Дня Победы. В городе пройдет масса мероприятий. Своя программа подготовлена в каждом микрорайоне. Зародилась такая традиция, как известно, в Победном 45-м. Тогда знамя Победы водрузили над Рейхстагом солдаты Мелитон Кантария и Михаил Егоров. Сегодня развивающийся праздничный флаг Победы – дань памяти погибшим. Подобная акция проводится во многих городах страны. Подружают флаги на самых высоких точках. В Сочи это 662 метра над уровнем моря. Организовали мероприятие хостинцы, поэтому продолжилась сегодняшняя акция у памятной стелы, расположенной на Бытхе у кинотеатра «Элита». Там состоялся митинг и возложение цветов. Инга Габеши, Адемий Даниловский, телекомпания «ФКТ».